За последние несколько дней в управление МВД России по городу Магнитогорску обратилось несколько женщин, ставших жертвами мошенников. К выходные дни 80-летняя жительница нашего города лишилась крупной суммы денежных средств в размере более 180 тысяч. То есть бабушка проходила в своем дворе, к ней обратилась женщина и сказала, что на ней порча. И для того, чтобы снять эту порчу, необходимы все те денежные средства, которые есть дома. Соответственно, пожилая женщина пришла к себе домой, все свои сбережения собрала и в дальнейшем уже пришла в один из банков и сняла те денежные средства, которые находились у нее на расчетном счету. В дальнейшем она все передала мошеннице и уже когда, так скажем, подходя к дому, решила посмотреть тот конверт, который ей вернула данная женщина, она увидела, что в пакете просто находился пакет с салфетками. Естественно, она незамедлительно обратилась в полицию, но так как сама бабушка уже пожилого возраста, составить субъективный портрет у нее не получилось. Соответственно, по горячим следам данное преступление было не раскрыто. Также буквально на следующий день к нам обратилась уже более молодая женщина, директор одного из магазинов, которая тоже стала жертвой мошенников. На стационарный телефон раздался звонок. Молодой человек представился сотрудником группы технической поддержки, объяснив, что в магазине находится терминал, который все время плохо работает и поступают жалобы от клиентов, нужно его протестировать. Для того, чтобы протестировать, необходимы, опять же, денежные купюры. В дальнейшем он уже давал указания, как поместить купюру в купюроприемник, каким достоинством должна быть купюра. Когда уже женщина перевела более 12 тысяч, она поняла, что это просто-напросто мошенники, и в дальнейшем уже, так скажем, оборвалась и связь со злоумышленником. Тоже на данный момент данное преступление осталось нераскрытым. Мы обращаемся ко всем жителям нашего города. Когда вам поступают какие-либо сомнительные звонки, никогда не реагируйте на них. Всегда обдумайте ситуацию, прежде чем переводить какие-то денежные средства незнакомым гражданам. Редактор субтитров А.Семкин